Дорогие, приветствую вас с сегодняшним днём и с памятью целого собора новомучеников Церкви Русской. Но мне сегодня хотелось бы остановить наше внимание на одном событии, которое произошло в прошедшую ночь сто лет тому назад. К великому сожалению, мы, люди 21 века, как бы не обращаем внимания на эту дату, во всяком случае, я нигде не слышал, не видел о том, чтобы это событие будет как-то особо вспоминаться. А это событие, несомненно, имеет значение, духовное значение имело и имеет духовное значение для всей нашей Церкви. И нам, молящимся здесь, на Бутовской земле, оно особенно близко, поскольку многие из участников этого события лежат здесь, в этой священной земле, я имею в виду закрытие Троица-Сергиевой лавры. Сто лет тому назад, в ночь со 2 на 3 ноября, Троица-Сергиевая лавра была закрыта. Совсем, можно сказать, если говорить в историческом плане, совсем незадолго до этого, когда праздновалось 500-летие со дня блаженной кончины преподобного Сергия в конце 19 века, в 88 году. Русские люди вспоминали преподобного Сергия, и наш замечательный историк Владимир Осипович Ключевский сказал о том, что ворота Троицы-Сергиевой лавры закроются, и лампада над ракой преподобного Сергия погаснет только тогда, когда истякнет тот нравственный запас, тот духовный запас, который дал преподобный Сергий в том случае, если он не будет пополняться. И вот, можно сказать, почти сразу после революции, через 2 года, власти, которые уже провели вскрытие мощей, в том числе и преподобного Сергия, а это произошло 11 апреля 19 года, то есть примерно за полгода до закрытия лавры, ночью по указанию и московских властей, и местных, Сергия его посадских, им было это дано указание, что лавру надо закрывать, надо ее ликвидировать, как монастырь, и местные власти вначале потребовали, чтобы монахи передали храмы приходским советам, чтобы там были приходские храмы, а вот в ночь со 2 на 3 ноября лавра была окружена красноармейцами, и монашествующие, и монашествующие были выведены из нее и переведены в Черниговский и Гефсиманский скиты. Храмы лавры были опечатаны. Еще некоторое время на месте к Троице Сергиевой лавры преподобный мученик Кронит, который потом в 37-м году пострадает здесь в Бутове, имел возможность находиться в лавре, но потом и его выселили из лавры. Мы знаем о том, что и сам преподобный мученик Кронит и многие из братьев лавры затем пострадали, многие из них здесь в Бутове, другие в иных местах, многие из них прославлены в лике святых, и они вымолили открытие лавры. Преподобный мученик Кронит верил, что это только временно, и свидетельством этому является тот факт, что где-то в 30-х годах он передал одному молодому тогда человеку конверт и сказал, передай это, на местнику лавры, когда она будет открыта. Этот человек, который потом стал известным старцем, отец Тихон Пелех, когда после войны лавра была открыта, он принес этот конверт отцу Гурию, Егорову, который был назначен святейшим патриархом Алексеем Первым, наместником лавры, и которому святейший патриарх благословил открывать лавру. Отец Гурия открыл этот пакет и в этом конверте оказался антиминс из Успенского собора лавры. И на этом антиминсе отец Гурий совершил первую божественную литургию после того, как лавра была закрыта, была открыта. Для свидетелей закрытия лавры это было рано, это была боль, это были страдания. Я уже сказал, что за полгода за закрытие лавры были вскрыты мощи преподобного. Через некоторое время после этого в лавру приехал летом приехал святейший патриарх Тихон, святитель Тихон, и обращаясь к братьям лавры, сказал, трудно вам, братья, но взирайте на подвиг вашего игумена. Отец Павел Флоренский, когда произошло вскрытие мощей, а мощи были потом как бы обнаженными, положены, оставлены в раке, оставлены в соборе и верующие имели возможность приходить и прикладываться к мощам. Только рядом красноаремеец стоял, который сначала попытался стоять в шапке, но верующие потребовали о том, чтобы он снял головной убор с своей головы. И отец Павел, когда пришел в Сторуевский собор, он ощутил особое благоухание, которое наполняло весь собор. И он сказал удивительную фразу, записал ее, о том, что преподобный Сергий стал теперь еще и мучеником. И вот этот святой который определил нашу национальную идентичность своим подвигом в совершенном далеком 14-м столетии. Стал одним из первых мучеников в новое время. Он разделил страдания Церкви Русской в эту годину лихолетия. И за ним и последовали многие из братья Троица Сергиевой Лавры. Помимостей Божией и молитвенным предстательством по вере их этих радонежских новомучеников Лавры была после войны вновь открыта. И мы слава Богу с вами имеем возможность приходить туда и молиться угробницы преподобного Сергия подобно тому, как молились сотни тысяч, а может быть и миллионы россиян и не только россиян, но и людей, которые приезжали со всего света, чтобы помолиться угробницы преподобного и получить благодать Божию, утвердиться вере. И мы имеем эту возможность. но дорогие мои, что мы сейчас видим в Лавре? Ведь она наполнена иноплеменниками, которые приходят туда, как на экскурсию, фотографируются, делают селфи. А давно ли мы с вами были у гробницы преподобного? Давно ли мы с вами молились преподобному о том, чтобы он утвердил бы нас в той вере, в которой он стоял и которую передал многим поколениям русских людей? готовы ли мы сохранить этот запас нравственности, духовности, который обеспечивает горение лампады над ракой преподобного? Давно мы были у гробницы. полагаю, что в этот день нам надо об этом серьезно задуматься. Как мы пополняем этот духовный запас, запас нравственных сил, который делает нас христианами, который в конце концов делает нас русскими людьми. Потому что ведь, как мы прекрасно понимаем, не в блеске куполов является величие Божие, а нередко как сказал один мужичок, который приехал тогда, наверное, не приехал, а пришел через лес к преподобному и увидел убогость этой обители и сказал, что здесь все сиротские, все нищенские, а благодать была какая. И вот, дорогие, будем прибегать к нашему игумену, нашему отцу, преподобному Сергию. Будем понимать, что он разделяет с нами все тяготы нашего времени. Подобно тому, как он разделял тяготы, которые были вынесены предшествующим поколением русских людей в разные годы, в том числе и во время 16-ти месячной осады лавры в годы смутного времени. Подобно тому, как в годы Великой Отечественной войны, когда враг был у стен Москвы, он разделял с нашим народом эту тяготу и жители Сергиевого Посада видели над закрытой лаврой преподобного. Будем надеяться и верить, что завет преподобного о том, что он не оставит тщат своих, будет непреложен и он не оставит нас в своих молитвах. Аминь. Аминь.